Покажу как раз остатки же палеонтологии. Помните, я говорил, что вышли на две ноги, но вот это еще совершенная горилла. Но вот это ордопитек, череп ордопитек. 12 миллионов лет назад, по сути дела, вполне себе нечто среднее между гориллой и шимпанзе. Слегка поменьше по размеру. Черепа исключительно похожа, вид спереди. А вот это уже другое дело. Это уже те, кто встали на две ноги, причем так устойчиво встали на две ноги и пошли уже по пути гуманизации. Кроме всего прочего, обратите внимание, вот латинское название. Homo habilis. Значит, Homo – это какой род? А это человек. То есть, на самом деле, это древнейший вариант представителей нашего рода. Homo habilis – человек умелый. Существовали они в Восточной Африке. Порядка трех миллионов лет назад возникновение, и порядка двух миллионов лет назад уже, собственно, расцвет этой публики. Ну вот, разная проекция черепа. А вот это, обратите внимание, существенно более выпуклая мозговая коробка и намного более крупная сторона затылка оттянутая. Это уже не хаббелис. Это уже совершенно следующий путь. Сейчас покажу вам. Вот это, ребята, существовавшие параллельно с хаббелисами и до сих пор не очень понятно. То ли они совсем не участвовали в происхождении человека, то ли это какие-то вот такие боковые ветки, попытки. То ли хаббелисы не больше, не меньше, чем один из видов среди вот этой компании. Это австралопитеки, южная обезьяна. Вот это массивный австралопитек. Самцы до 70 килограмма массы, рост до метра 50-метра 55, мускулатура достаточно массивная. Вот это так называемый грацильный австралопитек. Значит, даже самцы не больше 45 килограмм, рост порядка 1,25-1,30 метра, то есть более мелкая. Как это ни странно, именно со стоянками, со остатками грацильных связано нахождение обработанных предметов. Так что, скорее, более широко орудиями пользовались вот эти. Теперь. А вот это вообще самый первый череп австралопитек, который был найден в далеком 1920 году. Найден он был в Южном Африке, под Кейптауном. Это череп 10-летнего подростка. Все известнейшие черепа, все известнейшие находки в антропологии, имеют именное название. Вот этот называется просто Бэбби. Если вы профессиональному антропологу говорите про какие-то особенности, найденные у Бэбби, он совершенно точно будет знать, о ком идет речь. Очень полная сохранность черепа, но только часть крыши немножко пострадала. И исключительно редкий случай. Раймонд Дарт, который работал с этой находкой, умудрился, работая три года припровайной иглой под микроскопом, аккуратнейшим образом разрушить минеральные слои, которые образовались, между верхней и нижней челюстью, и открыть Бэбби-рот. Посмотреть, какие у него жевательные поверхности. Это исключительно редко удается. Дело в том, что челюстная система человека и остальных приматов отличается очень здорово. Вот обратите внимание, это все три челюсти существ одинаковой массы. 70 килограмм. Так? Значит, вот это обезьяна, пангида, вот это австралопитек, а вот это мы с вами, Homo sapiens sapiens. В чем дело? А дело в том, что в ходе нашей эволюции, что с длинной челюстью происходит? Причем она многократно уменьшается. В следующий раз поймете. Поймете, допустим, как проклятие всех юношей и девушек, проклятие это называется зубы мудрости. Когда они у вас начнут резаться, вы поймете, почему это проклятие. Оказывается, это такой привет нам с вами из плеопрестоцена. Как раз одна из форм расплаты за нашу двуногость. Дело в том, что как только мы выпрямились, стало совершенно необходимо менять конфигурацию черепа. В частности, укоротить нижнюю челюсть. В результате количество зубов у нас осталось то же самое, а что с длинной зубного ряда? Уменьшилось. Да, он в два раза уменьшился. И последнему маляру просто не хватает места на челюсти. Поэтому он и режется, бог знает когда, и чаще всего уже дефектный. Так, ну а вот это из недавних открытий, пожалуй, самое интересное. На территории Грузии, пещере Дмониси, было найдено сначала останки одного, существа, а потом второго. Вот, на настоящий момент пятеро известны. Удивительно вот что. Удивительно, где Африка, а где Грузия. Так? А это одни из самых древних находок, которые известны вне пределов Африканского континента. То есть, на самом деле, при первоначальном расселении из Африки предки человека прошли тавро-антитаврским коридором и капказским коридором, и выходили не только в Азию с предками пятикантропов, но и, соответственно, в нашей Закавказе современной. Вторая вещь важнейшая. Эти черепа очень разные. Вот такого везения редко бывает. Ну, любой профессионал вам сразу скажет, что вот это череп глубокого старика, который зубы потерял еще в течение жизни, и у него успела деградировать и загладиться нижняя челюсть, а заодно полностью закрылись лобно-теменные швы. Их не видно. Вот этот череп, грубо говоря, мужчина в расцвете сил, вот это, соответственно, барышня и подростка черепа. То есть, прям такое ощущение, что закладывали специально по заявке ученых. Половозрастное различие все на месте. Ну и вот, вот эта реконструкция внешности мужичка из Дмониси. Так, вот такой интеллектуал. Надо сказать, что соотношение размеров лицевого черепа и мозгового у него самое плохое. Самое хорошее соотношение, самый крупный объем головного мозга у самочки, оказывается. Ну вот немножечко о тех существах, о которых, собственно, у нас шла речь. Вот это реконструкция классического африканского. Астронопитекс африканус. Вот такие ребята были. Вы учтите, что ведь это не просто так художник что-то наляпал. По черепам профессионал может внешность восстанавливать с очень высокой достоверностью. А вот это знаменитые остатки, вы про них наверняка слышали. Вы такое название пятикантроп слышали? Да. Вот, собственно, раньше пятикантропами называли целый, я не знаю, временной отрезок в развитии человечества. Сначала обезьяна, потом пятикантропы, потом люди. Сейчас совершенно очевидно, что никаких обезьян и людей в природе-то не было. Поэтому название пятикантроп осталось только вот за этими вполне конкретными остатками. Крыша мозговой части черепа и бедренная кость со следами патологического процесса артритного типа. Остатки эти были обнаружены доктором Евгением Дюбуа на острове Ява. В самом конце XIX века. И остатки эти вызвали совершенно фантастическую дискуссию в научном мире. В чем дело? А дело в том, что черепная крышка совершенно обезьянного типа, а вот бедренная кость совершенно человеческая. Получилось, что это существо сочетало признаки обезьяны и признаки человека. Бодались исключительно долго. Вот людей, не согласных с объяснением Дюбаа, первое время было, пожалуй, даже больше. Причем нельзя сказать, что это были какие-то неграмотные люди. Возглавлял их ни много ни мало Рудольф Вирхов. Один из самых авторитетных в то время сравнительно Ханатова. Кроме всего прочего, именно ему принадлежит открытие третьего положения клеточной теории Вирхова. Так вот, Вирхов считал, что черепная крыша от ископаемого гиббона, а бедренная кость от вполне себе современного человека, который жил в Средневековье. А им просто случайно оказались в одном месте, поэтому это никакое не доказательство существования каких-то там древних предлюдей. Как иногда бывает в науке, история Дюбаа печально закончилась. Дело в том, что в конечном итоге его убедили, что он нашелся. Он запер подлинное останки Петикантропа в свой фамилийный сейф в одном из банков и ушел от обсуждения. И умирает он, в общем, с ощущением проиграться. И зря он отказался последние 5-7 лет своей жизни от того, чтобы отслеживать на инстриме. Потому что в это время по всему миру пошли аналогичные накопки. Экспедиция Блейка в 40 километрах от Пекина в пещере Дюбау находят уже не единичную накопку, а там пошли серийные накопки. Всего известно 6 остатков существа, обитавших в нижнем горизонте Дюбау, они названы Синантропом, Синантроп и Киненсис. Существовали несколько позже по времени, чем Петикантропа и Ивански. Примерно тогда же получает известность, найденная в Южной Германии, в одном из карьеров Южной Германии, в неплохого города Гейдельберга, нижняя челюсть. Нижняя челюсть, которая, очевидно, не обезьяне, но на современную нижнюю челюсть никак не тянет. Значит, этот накопки получил название Гейдельбергский человек и так далее, и так далее. Самая трогательная, пожалуй, история с накопкой из долины Неандерталь во Франции. Там еще в конце 19 века был найден череп, череп такой странненький, что... А это какой-то провинциальный музейчик, что местные натуралисты, которые коллекции сформировали, повертили и повертили в руках этот череп и решили, что это череп калмыцкого казака, который вместе с войском Атамана Платова в 1812 году пришел в Париж в Наполеоновский войск. И, собственно, в коллекциях музея этот череп так и проходил с этикеткой под документом «Калмыцкий череп». Так, когда в 20 веке смотрели, ребятки, значит, у этого так называемого калмыцкого черепа затылочный отдел в 2,5 раза больше по объему, чем у современного человека. Зато угловная доля, запрошенная под углом, не 85 градусов, а меньше 70. А над глазницами, что такое глазница, всем понятно? Вот у нас, с вами, есть поверхность колба, и в ней прорезано отверстие глазницы. А у древних людей между поверхностью лба и глазницей вот такая вот костяная история. Как называется эта костяная пуха? Не, 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 не. Над глазничные валики. Над глазничные валики, совершенно верно. Нет у современных людей глазничных валий. Ну и оказался, знаете, что это не какой-то не казак, а альтернативный нашему варианту, варианту человека, homo neandertalensis, человек неандертальства. Сейчас вполне известно, для эмиграции замерки в остальном мире. Первый хомо-сасиансер, то есть у нас с вами, сасиансер, по дороге, они смешивались, мекисировались и с неандертальцами тоже. Значит, у всех здесь присутствующих порядка 4% неандертальских генов. Неандертальцы, соответственно, включение в генетический атака нету в современном человечестве неандертальских генов, только у коренных жителей Африки. Понятно, почему это не? Да. Смотрите, неандертальцы, это вообще, на самом деле, коренное население Европы. Сапиенсы полезли в Европу относительно поздно. Первая волна пошла лет 40 тысяч лет назад. Да, это вот он тут неандертальцы. Хорошо. По дороге происходит мекисация, попадают неандертальские гены, соответственно, в сапиенсный генов. А те, кто в Африке остался, они скрещивались с неандертальцами или нет. Поэтому у современных коренных африканских народов никаких неандертальских вставок не нужно. Да? А у всех остальных есть, потому что они проходили через этот коридор мекисация.